Новости 24 продолжает эфир телеканала ННТ. В студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. 10 миллиардов неосвоенных средств Дагестан демонстрирует неэффективную реализацию проекта в области строительства. Война с главной угрозой этого года продолжается. Сельским врачам окажут помощь в лечении больных COVID-19. Исламское образование в Дагестане выходит на новый уровень. Впервые в республике прошла защита докторской диссертации по исламским наукам. Минстрой Дагестана не освоил более 10 миллиардов рублей. По данным издания АИФ в Дагестане, об этом сообщил председатель Народного собрания Хизриших Саидов на совещании по вопросам исполнения программ социально-экономического развития республики. Это значит, что не были созданы дополнительные рабочие места, не построены новые школы и детсады. В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, отмечена публикация, отказались комментировать заявление председателя Дагестанского парламента. В целях работы порядок на улице. Сотрудники патрульно-постовой службы накануне отметили свой профессиональный праздник. С Днем образования ППС работников подразделения поздравил и глава МВД Абдурашид Магомедов. Он пожелал личному составу здоровья и успехов в службе на благо народа. Отличившимся сотрудникам полиции вручили благодарности, нагрудные знаки и почетные грамоты. В системе Министерства внутренних дел по республике Дагестан патрульно-постовая служба самая многочисленная. Это было сделано осознанно. И вы помните, почему. Это 90-е годы, это и 2000-е годы, и разгул бандитизма. И нам необходимо было быть на улице, чтобы поддержать наших граждан, защитить их от произвола, от террористов и так далее. И должен сказать, эту задачу мы успешно выполнили. На сегодняшний день патрульно-постовая служба является одним из самых многочисленных подразделений республиканской полиции. Ее сотрудники охраняют правопорядок и ежедневно обеспечивают общественную безопасность в разных уголках республики и на всех массовых мероприятиях. Селам Дагестана помогут в борьбе с COVID-19. Специально для этого в республике готовят мобильные бригады врачей. Они будут выезжать из Махачкалы в селы и оказывать помощь в приеме заболевших. По информации регионального Минздрава, в республике растет число обращений из районов Дагестана по поводу тяжелых пациентов. Ведется учет всех тяжелых больных, при необходимости проводятся консультации с федеральными экспертами. Также даны указания по усилению лабораторной базы в сельской местности. Кроме того, планируется направить дополнительные ресурсы для службы санитарной авиации, которая занимается эвакуацией тяжелых пациентов из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Минздрав Дагестана продолжает прием документов для участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Напомним, с этого года сняты возрастные ограничения. Это значит, воспользоваться программой могут специалисты старше 50 лет. Увеличенная сумма подъемных, но только для медиков, согласившихся переехать в труднодоступные районы, куда очень сложно добраться. Выплаты для врачей составят 1,5 млн. рублей, для среднего медперсонала – 750 тыс. рублей. В остальных случаях размер субсидий не изменится. Для участия в программах требуется подать документы в Минздрав Республики с 14 до 17.00 по рабочим дням. Свободные вакансии можно найти на официальном сайте ведомства в разделе «Деятельность» «Земский доктор». Защита докторской диссертации по исламским наукам впервые прошла в Дагестане. Такого события еще не было ни в одном регионе Северного Кавказа. Четверо дагестанцев представили свои исследования научному совету о том, как проходила защита и ее результатах, расскажет Хамзанур Магомедов. Ахмад Исаев, более известный в религиозном среде, как Ахмад Гудеберинский, защищался первым. Он представил свою работу на арабском и русском языках. За время богословской практики у него вышло 11 различных трудов по исламским наукам. А к защите докторской диссертации на тему расставщичества в контексте социально-экономических проблем общества соискатель готовился целый год. Не было достаточно взять материал из тех книг, с которыми я работаю всю свою жизнь. Мне пришлось листать очень много книг и брошюр светского направления. Вот эти анализы, сравнения, это все, конечно, это немного осложняло работу. Ахмад Исаев делится, что тему расставщичества выбрал не случайно. Эта проблема на сегодняшний день затрагивает практически каждого. Несоответствующие нормам шариата правила игры, действующие в мировой банковской системе, подчас загоняют людей в кабальную зависимость и приводят в банкротство их бизнес. Еще пророк Аллах сказал по этому поводу, никто из людей, он не занимался долго расставщичеством, кроме как в конце концов он в конце остается очень малым имуществом и остается в банкротстве. Мусульманам это известно, почему в разных местах, в разных странах в конце концов приходят и даже большие такие огромные банки, в конце концов они несут такие банкротства и кризисы. Альтернатива этому – исламский банкинг, который старается работать на благо людей, не обременяя их, исключая обман, а значит, принося пользу государству. Именно такие банки меньше подвержены рискам и кризисным явлениям в экономике, отметил Богослов. Есть альтернативные такие проекты, как я недавно перечислил, Мудараба, Мурабаха, это тоже такие проекты, которые не отстают от других, как кредиты под проценты для выживания этих банков, например. Вот что спасает исламских банков от таких подобных кризисов. На защите присутствовали члены диссертационного совета из 22 человек. Это доктора наук и профессора известных вузов. Среди них были и зарубежные учёные, которые вышли на связь из арабских стран в режиме видеоконференции. По завершению выступления соискателю задали дополнительные вопросы по теме, затем тайным голосованием вынесли итоговое решение. Результатом тайного голосования Хисраеву Ахведу Магадирасуничу присваивается богословское учёное звание доктора исламских наук. Поздравляем! Он один из тех, кто в совершенстве владеет арабским языком, и его диссертация «Растовщица Ториба» была на стеке светских дисциплин и исламской философии. Поэтому это была одна из хороших защит, которые сегодня зафиксировали члены учёного совета и вообще сегодняшняя защита, которая была проведена. Сегодня свои докторские диссертации по исламским наукам также защитили и получили научную степень ещё три дагестанца – Исинбулат Яхьяев, Рашид Алимурадов и Газимагомед Абакаров. На Северном Кавказе это событие поесть не уникальное, и прошло оно под эгидой Дагестанского исламского университета имени шейха Мухаммада Арифа, который получил соответствующую лицензию и теперь может самостоятельно оценивать уровень богословов. Надеемся на милость Всевышнего Аллаха, на помощь Всевышнего Аллаха, что в будущем ежегодно будем выпускать, готовить и выпускать всё новых и новых докторов исламских наук. Специалисты отмечают, что провести защиту докторской диссертации и значительно поднять уровень исламского образования в Дагестане удалось благодаря инициативе и содействию Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. И теперь для этого, как отметил ректор исламского университета, российским студентам уже нет необходимости, как прежде, выезжать в другие страны и дальние регионы, чтобы получить научную степень в богословской сфере. Сейчас всё это можно будет проводить прямо в Дагестане. Хамзан Нурмагмедов, Муса Салгирев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Всероссийский турнир по боевому самбо память Абдулманапа Нурмагмедова состоится в Дагестане. Об этом сообщает региональная Минспорта. Турнир пройдет в Каспийске во дворце спорта имени Али Алиева ориентировочно 6-7 ноября. Напомним, Абдулманапа Нурмагмедова не стало 3 июля этого года. При жизни он принимал активное участие в организации всероссийских и международных турниров на территории Дагестана. В том числе, по его инициативе, в 2018 году в Каспийске состоялся чемпионат Всемирной федерации боевого самбо. А это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин